Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Там вообще просто все выгорело окно, ты видел? Да. Там ничего, от окна не осталось. Трагедия в Чусовом. При пожаре в общежитии погибли шесть человек. Двери не открывали. На просьбу в течение шести часов как-то добровольно открыть. Чтоб в бега не подался, руководитель строительства первого Пермского микрорайона отправился в следственный изолятор. Закончил там свою жизнь, действительно, как герой. О малоизвестном эпизоде войны в Афганистане рассекретили документы в Пермском архиве. Трагедия в Чусовом. На улице 50 лет в ЛКСМ произошел пожар в пятиэтажном общежитии. В огне погибли шесть человек, трое из них дети. Сообщение о возгорании поступило в первом часу, в ночь с понедельника на вторник. К моменту прибытия пожарных подразделений сильное задымление было на третьем, четвертом и пятом этажах здания. Там вообще просто все выгорело окно, ты видел? Да. Там ничего, а тут на ней осталось. При поступлении сообщения о пожаре силы и средства были направлены по повышенному номеру вызова. Всего было спасено 37 жильцов. Из них 13 детей были спасены при помощи пожарных лестниц. 24 взрослых были выведены в безопасную зону, 8 из них по спасательным устройствам. Пожар ликвидировали через 45 минут. На месте работали 102 человека личного состава, 31 единица техники. В администрации района прошло заседание КЧС. Погорельцев разместили в гостинице Чусовская. С пострадавшими работают психологи. Всего в пункте временного размещения размещены 51 человек, из них 10 детей. Погорельцам предоставлено горячее питание. По данным территориального центра медицины Казахстана, 4 человека из них, 2 детей, были направлены в город Пене для оказания медицинской помощи. На место выехали сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. Они возбудили уголовное дело по 109 статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работает группа опытных и квалифицированных следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник. При осмотре тел на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружены. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количеству потерпевших. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителем Следственного управления. По предварительной информации, в одной из квартир осталась включенной в сеть электроплитка, а развитию пожара способствовало его позднее обнаружение, поскольку возгорание возникло в ночное время. Разгул природной стихии. На Прикамье обрушился снегопад. Из-за непогоды не смогли совершить посадку в Большом Савино два самолета борт России. Вернулся в Москву. Кроме того, затянулось путешествие пассажиров рейса аэрофлота «Москва-Перьмь». Он должен был приземлиться в 12.00, но сделать этого не удалось. Воздушное судно, совершив шесть кругов над нашим аэропортом, отправилось в Казань. Со второй попытки экипаж все-таки смог посадить самолет в Перми. В результате в Москву пассажиры отправились с опозданием почти в четыре часа. Невопряме прибыли в наш регион из столицы еще два самолета аэрофлота, запланированные на 15.05 и 18.35. Один опоздал почти на четыре часа, второй на 35 минут. Время вылета и прилета остальных рейсов, назначенных на поздний вечер и ночь, пока не изменилось. Снегопад и метель доставили проблемы не только пассажирам авиарейсов. В усиленном режиме пришлось работать подрядчикам, занимающимся уборкой снега. Процесс организовали в круглосуточном режиме, сообщили в городском управлении внешним облагоустройством. Коммунальщики постарались минимизировать образование ледовых накатов на проезжей части. На улицах города ночью работало 269 единиц техники. По организации работы, в связи с тем, что обильные осадки, администрация района и подрядными организациями усиленно осуществляется и контроль, и непосредственно содержание уличной дорожной сети. В первую очередь, в настоящее время выполняются работы по подметанию и по просыпке проезжей части. Контрольные рейди сотрудники управления внешнего благоустройства и районных администраций начали с пяти утра. Проверки шли в течение всего дня. К утру количество снегоуборочных машин сократилось до 200, чтобы не создавать дорожных заторов. Рабочие переключились на тротуары. Подсыпаем, где-то поддалбливаем, где-то подсыпаем. Вручную, где-то отдалбливаем. Долбим лед с тротуара. Благодарность слышим, спасибо большое. По прогнозам синоптиков, обильные снегопады должны закончиться к часу ночи. По окончании всех работ собранный снег вывезут на полигоны. В общем, продохнуть подрядчикам удастся не скоро. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет совершенно выглядеть наш район. Если у нас с вами в течение ночи снег прекратится, значит уже утром проезжая часть должна быть в нормативном состоянии. Водителям сейчас необходимо быть внимательными на дорогах и заранее рассчитывать время в пути. Также в администрации города просят автомобилистов не выезжать в центр бескрайней необходимости и не парковать на ночь машины у обочин. Это мешает работе с него уборочной техники. Евгения Чернявская, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Чтобы не подался в бега, бывшему генеральному директору Камстройинвеста Алексею Лобанову избрали меру пресечения. Его заключили под стражу на два месяца. Напомним, экс-главу компании-застройщика подозревают в мошенничестве при строительстве первого пермского микрорайона. Из зала суда репортаж Елена Яговцевой. Судебное заседание у нас объявляется открыто, рассматривается у нас постановление следователя об избрании в отношении Лобанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Не прошло и два года. Главный фигурант по делу о мошенничестве при строительстве первого пермского микрорайона Алексей Лобанов в зале суда. Бывшего гендиректора компании Камстройинвест задержали в квартире сожительницы. Дверь полицейским долго не открывали. Пришлось использовать специнструмент. Следствие вышло на финишную прямую, отмечают сотрудники органов внутренних дел. Сейчас крайне важно не допустить влияния извне на процесс. По мнению полицейских, находясь на свободе, Алексей Лобанов может оказывать давление на свидетелей, а также покинуть пределы России. Адвокат подозреваемого, между тем, подобный вариант развития событий исключает. У него трое детей. Куда он побежит? Зачем? Вот представьте себе, сбежал, например, за границу, а дети здесь остались. И будет ему там хорошо, зная о том, что его дети здесь. А Лобанов именно из таких. Очень такой семейный. Подозреваемый попросил, чтобы его поместили под домашний арест или освободили под залог в полмиллиона рублей. Один из аргументов – необходимость частого нахождения в арбитражном суде, где рассматривают дело о банкротстве Камстроинвеста. Но суд принял сторону следователей. Лобанов отправился в следственный изолятор. За всеми процессами, естественно, внимательно следят и дольщики Первого Пермского. Впрочем, они уверены, что сейчас нахождение под стражей Лобанова вряд ли приблизит получение заветных квадратных метров. На протяжении какого-то периода времени гамма чувств была, эмоции этой злости, ненависти, обиды и вообще как так. А сейчас, на сегодняшний день, лично у меня такого ничего нет. Да, объективно смотришь на ситуацию. Да, купили. Да, вот так случилось. Мы не первые, мы не последние. Напомним, две недели назад покончил жизнь самоубийством один из потерпевших по делу Первого Пермского Петр Бояршинов. Выяснением обстоятельств этой трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета. Всего в качестве обманутых дольщиков долгостроя выступают три сотни семей. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Подготовка к юбилею города, выделение средств на ремонт фасадов многоквартирных домов, распределение свободных остатков бюджета. Эти и другие вопросы депутаты Пермской городской думы рассмотрели на февральском пленарном заседании. Подробности расскажет Юлия Алеева. Первым вопросом повестки стал доклад зам главы городской администрации Вячеслава Торчинского о подготовке к празднованию 295-летия Перми. Он презентовал депутатам план ключевых мероприятий. Впервые в карнавальном шествии смогут поучаствовать не только творческие, трудовые и прочие коллективы. Свои колонны сформируют и простые жители города. К празднику жители краевой столицы определят и трех почетных граждан Перми, кандидатуры которых сейчас выдвигаются. В общем, готовится много интересного. Улица Ленина становится пешеходной, и каждый участок будет какое-то интерактивное действие. Ну и в завершении у нас будет выступление хейдлайнера, пока это держится в секрете, кто у нас будет выступать. Но я думаю, что этот артист заслуживает внимания, и очень много людей придут на его выступление. А вот решение народных избранников о финансировании капремонта фасадов некоторых многоквартирных домов связано с подготовкой города к 300-летию. В преддверии дня города, 300-летия празднования юбилея города Перми, В том числе и часть этого торжества наш город должен начать сиять, и сиять по-другому. Он должен стать новым, чистым, убранным. И вот в этой связи, конечно же, фасады домов, особенно в Центральном планировочном районе, порядка 50 домов у домов фасады будут отремонтированы, и в этом году 6 домов такие работы получат. В список включены дома по Комсомольскому проспекту, улицы Героев Хасана в Центральной части, а также дома 26 и 28 по Красново. На эти цели в ближайшие три года в бюджете заложено порядка 180 миллионов рублей. Еще одной важной темой стало распределение свободных средств бюджета, оставшихся с 2017 года. Сумма внушительная – 773 миллиона рублей. Их направят на ключевые сферы городского хозяйства. Так, на развитие системы ЖКХ дополнительно решено направить 93 миллиона рублей. Почти столько же вложат в сеть образовательных организаций города. Более 80 миллионов плюсом пойдет на организацию дорожной деятельности. Юлия Алеева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. О наболевших вопросах откровенно. Впервые за 15 лет в Перми побывал лидер партии «Яблоко», доктор экономических наук Григорий Явлинский. По личной инициативе он посетил малые предприятия и встретился с пермяками. Пообщаться с лидером демократического движения Григорием Явлинским пришли пермяки разных возрастов. Людей волновали самые острые социальные вопросы. Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, уровень доходов населения, размер пенсий. Когда мы все заплатим за все услуги, остается минимум. И думаешь, боже мой, а вообще как? Но все равно из надежды. Без новой эффективной экономики что-то кардинально изменить невозможно, говорит Явлинский. Сам политик встает на защиту малых предприятий. Он, как опытный экономист, считает именно в малых формах бизнеса и живет русский дух предпринимательства. В Перми он посетил небольшой кондитерский цех и пообщался с коллективом. Маленькие предприятия – это вообще основа всей экономики. Вот смотрите, у нас только 16% занятых работают на маленьких и средних предприятиях. А, скажем, в Китае – 82%, в Соединенных Штатах – 62%. А в чем особенность маленьких предприятий? Они же сами себя кормят. Они вот дают людям зарплату, обеспечивают потребителей необходимой продукции, и еще кормят все государство своими налогами. Малым предприятиям нужны условия для комфортного существования, отмечают Явлинский. Сотрудники кондитерского цеха посетовали политику, что существующий уровень зарплаты и размер пенсии очень невысок. Существенная часть дохода уходит на оплату коммунальных услуг. Вот я проработала 25 лет дояркой, а пенсия у меня минимальная. Да, вот сколько пенсии? У меня 9. 9 тысяч? Ну, очень маленькая. Да, еще плюс инвалидность у меня. И это входит в 9 тысяч? Входит, да. Ситуация требует масштабных изменений, говорит Явлинский. А их, опять же, не достичь без новой программы экономического развития. Евгения Караксина, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Крепость Бадабер. Художественный фильм о восстании под таким названием недавно прошел на российском телевидении. В основе сюжета – подлинный и малоизвестный факт войны в Афганистане. В 1985 году произошел неравный бой между отрядами маджахедов и советскими военнопленными. Выяснилось, что участником тех событий был наш земляк. Подробности его биографии сейчас выясняют пермские историки. Тему продолжит Юлия Зыкова. Это кадры из художественного фильма «Крепость Бадабер». Так в 80-е годы назывался лагерь, где проходили подготовку афганские маджахеды. Здесь же держали в плену и советских военных. Всем им давали мусульманские имена. Они терпели изнурительный труд, пытки, избиения. В апреле 1985 года группа военнопленных подняла восстание. 12 солдат захватили склад, где маджахеды хранили сотни тонн боеприпасов. Они не будут по нас стрелять, слышишь? Мы там, как на пороховой бочке. Настолько голыми руками можно взять. Но мы ведь их не подпустим. Бой продолжался два дня. Все принимавшие в нем участие военнопленные погибли. Но успели уничтожить склад. Взрыв был такой силы, что был виден даже из космоса. Его зафиксировали американские и советские спутники. В Пермском архиве социально-политической истории выяснили, что в том бою принимал участие и уроженец Пермского края – Равиль Сайфуддинов. Он родом из села Большой Сарс Октябрьского района. Его призвали в армию в 1982 году. В июле отправили в Афганистан. Он пропал без вести. Оказалось, Сайфуддинов три года провел в плену. Сотрудникам архива недавно удалось найти родственников Равиля. У Равиля Сайфуддинова живая сестра, старшая. Она, правда, живет в Красноуфимске. Но от Октябрьского это совсем рядом. И вот сейчас мы договорились, что они нас ждут в гости. Мы приедем в Октябрьский, и мама, и сестра нас встретят. Мы сможем поговорить о Равиле. Я надеюсь, что какие-то материалы мы оттуда сможем привезти. Информация о Равиле Сайфуддинове несколько лет назад прошла и в одном из документальных фильмов. В этой ленте о нем рассказывала французский журналист Ольга Свинцова. В 80-е годы она была в Бодобере как представитель западной прессы и сделала фото советских военнопленных. Пыталась помочь им выехать во Францию, но не удалось. Сейчас архивисты заняты поиском любых сведений о Равиле Сайфуддинове. Все, кто пересекались с Равилем в жизни, мы, конечно, будем признательны, если выйдут на нас, и мы сможем составить портрет. Мы понимаем, что в жизни-то это был простой парень, но ведь закончил-то он свою жизнь действительно как герой. Часть информации специалисты уже опубликовали на сайте ПермГАСПИ. Юлия Языкова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.